Первенство России по баскетболу среди ветеранов Саров принял впервые. Сначала по спортивному принципу выбрали Нижегородскую область. Позже возникла идея провести чемпионат в Сарове, приурочив его к 75-летию атомной отрасли. Этому предшествовали успешные выступления нижегородцев и саровчан в российских соревнованиях. Нижегородцы поняли, что лучше Сарова, пожалуй, пока на сегодняшний день города для проведения такого масштабного мероприятия нет. Участвуют очень сильные команды. Это грандиожное событие в нашем духовном центре и научном центре. Всего в чемпионате примут участие шесть сильнейших российских команд. Сначала участники встретятся в групповом этапе, по итогам которого пройдут матчи в рамках плей-офф, где команды будут бороться за призовые места. Каждая команда, которая выигрывает, она принимает большее количество очков, проигравшие нули. Поэтому все идет по двум группам, а потом играют полуфиналы и финал. Финалы будут 28 числа. А кто будет там, уже сейчас трудно сказать. В первый соревновательный день на баскетбольной площадке встретились команды «Росатоморфиадсвнеев» и «Уралгрейд». С начала игры в лидерах держались «Росатмовцы». Но в третьей четверти они начали терять преимущество. В финале игра накалилась. Борьба продолжалась до финального свистка. Никто не хотел уступать. На последних секундах решающий мяч забила команда «Уралгрейд». Матч закончился со счетом 76-74 в пользу «Уральцев». Удался старт. Первые две четверти мы довольно-таки неплохо сыграли. Хорошо все у нас получалось. В третьей четверти немножко подустали. Видно, сказываются перелеты у игроков. Игроки у нас издалека есть. Из Иркутска, из Новосибирска. Часовой полис, пояс немножко сказался. И не хватает, конечно, сыгранности. В дни проведения чемпионата спортсмены встретятся с жителями города. Проведут показательные занятия для всех желающих. Организуют детский турнир по стритболу. Среди болельщиков разыграют памятные призы. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.